Я сегодня хочу говорить на тему «Будь тверд и мужествен». Хочу обратить внимание на то, насколько наша церковь «Живой поток» сегодня переживает те события, которые описаны в книге Иисуса Навина, первая глава. Вы все знаете многие эту историю, знаете, что там написано. Я выборочно буду напоминать некоторые места из Библии. Иисуса Навина, первая глава, второй стих. Там написано так. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Хочу сразу подметить, что, читая Библию, это самое печальное начало из всех книг Библии, которое описано здесь, книга Иисуса Навина, первая глава. Почему именно здесь, с самого начала, с первого стиха, говорится о похоронах, говорится о смерти, говорится о смерти великих людей, Божьего человека Моисея. Интересно, что когда здесь говорится об этих похоронах и говорится об этой величайшей потере для Божьего народа, Бог не ставит точку. Он ставит запятую, и Он говорит, что и как будет дальше. Заметьте, как Бог все внимательно, детально описывает в этом слове, показывая, давая и нам пример, как нам нужно действовать в подобных ситуациях. А я верю, что наша церковь сейчас очень-очень похожа к тем событиям, которые описаны здесь. Здесь написано, что Моисей умер, но Бог и Библия, Слово, не забывает отдать честь и почтение тем людям, которые были и делали Божью работу до этого момента. И Бог и Библия называют не просто Моисей, Бог и Библия говорит, это был раб мой, это был мой человек. Бог, Библия подчеркивает даже такие маленькие штрихи, отдавая честь тем людям, которые были и совершали эту работу. Я верю, что для нас в этом тоже есть пример, чтобы и мы продолжали помнить этих людей, отдавая им честь с большим уважением, помнили, понимали, что это были помазанники, рабы Господни, которых Бог употреблял в свое время и через них сделал большую, колоссальную работу на земле. Второе. Дальше здесь Библия также нам описывает, что люди, которые продолжили это служение, это движение Божьего народа, это были кто? Это были те же самые люди, которые служили Моисею. Те, которые были там рядом с ним, те, которые стояли, помогали, учили, служили, уже участвовали. Именно эта категория людей, они взяли и понесли, и продолжили дальше эту работу. И так как эта новая страница в истории израильского народа наступила тогда, сегодня эта новая страница открывается и в церкви живой поток. И мой первый пункт говорит о том, что Бог чего-то нас лишает иногда, чтобы поднять нас на новый уровень. Бог иногда что-то забирает у нас, чтобы нас поднять на новый уровень. Мы все на кого-то надеемся. У нас у каждого есть своя зона комфорта. У нас у всех есть доверенные люди, доверенные связи, проверенные методы, на которые мы опираемся. Хотя мы понимаем, что мы вроде как все доверяем и надеемся на Бога. Но когда умер мой отец, пастор, мой советник, я понимал, что я потерял что-то очень большое. Очень большое. В нем было много, где я мог укрыться, опереться, получить совет, защиту и так далее. И вдруг в один прекрасный момент этого не стало. Вы не представляете, как это сразу резко повлияло на меня, на лично мой. Мышление, приоритеты, жизнь, чувство ответственности и многое-многое другое. Я верю, что и в нашей жизни, когда это случилось в нашей церкви, когда наш старший пастор отошел к Господу, я видел со стороны, этому свидетель мой телефон, все звонки и месседжи, как наши люди, по крайней мере те, которым жизнь церковная не безразлична, как все заворушились, как некоторые проснулись, как те, которые никогда раньше не предлагали помощь, вдруг они стали активными помощниками в этот сезон, как активизировалась церковь «Живой поток», как многие запереживали, как многие по-другому замолились, как многие по-другому начали думать о будущем, приняли какой-то новый уровень ответственности на себя. И в этом и есть какое-то продвижение, рост нашей веры. У нас и выбора особо нету, как только продвигаться, карабкаться и идти дальше с Божьей помощью. За что? Слава Богу! Заметьте, когда это случилось в истории израильского народа, забота Бога, когда народ в шоковом состоянии, я верю, что когда Моисей умер, он, будучи таким большим вождем израильского народа, в нашем Советском Союзе бывшем, помните, раньше помнили Ленина, говорили какой-то великий вождь, сегодня о нем уже не говорят, но когда вы поедете в Израиль, и сегодня о Моисее до сих пор говорят и помнят то, что сделал он. Я не могу себе представить, какие были похорона там, какой там был траур, какое там было, наверное, оплакивание по всем иудейским традициям, потеря такого большого служителя, руководителя Божьего народа. Но вижу также в Библии, что Библия описывает эти события достаточно коротко. Моисей раб мой, мой раб, раб умер, запятая и дальше. И сразу идем дальше. И заметьте, когда кажется, страх перед неизвестностью, шоковое состояние, Бог делает три вещи. Бог заботится, и три таких ответа, или забота Бога проявляется вот в чем. Первое, Бог сразу дает направление, что делать дальше. Бог сразу дает направление, куда двигаться дальше. Второе, Бог людей избирает. Бог людей находит, сразу ставит, которые будут это делать. И третье, Бог дает им необходимые ресурсы, все необходимое, чтобы они смогли достичь этой цели и двигаться дальше. Казалось бы, Моисей мог бы еще пожить, мог бы еще послужить. Точно так же и думал я о своем папе. Точно так же думали многие из вас. Мог бы еще столько сделать. Но я верю, друзья, несмотря на боль, несмотря на печаль в душе, верю в суверенность Бога. Суверенность Бога на простом языке это максимальный результат и польза из любой ситуации. Это то, что делает Бог на земле. Мы видим иногда картину только свою и все, что вокруг нас. Бог видит большую картину. Бог видит на лет 20 вперед то, что мы не видим. И суверенность Бога проявляется в том, что из каждой ситуации не обязательно влечь на нашу пользу Бог извлекает максимальный результат и пользу во благо Его народа. Один человек написал и сказал так, что то, как пастор жил последние полгода, как он проходил эти испытания и трудности, для меня было куда большим чудом, чем исцеление. Потому что исцеление, говорит, я видел, а вот этого, как он их прошел, я никогда не видел. Поэтому даже в таких маленьких примерах проявляется и координирует все это Господь Бог. Слава Ему за это. И смотрите, в этой ситуации кажется такого большого траура и, я думаю, паники в народе. Бог при этом все дает людям задания. Хочется сказать, ну, друзья, пожалуйста, Господи, ну, помилуй, но ты же, Боже, дай нам хотя бы похоронить, дай хотя бы прийти в себя, дай хотя бы отойти. Какое делать? Куда идти? Тут жить не хочется. Тут, кажется, руки не работают, ноги, все парализовано. И в этот момент, в этот момент Бог людям дает не просто задания, дает им поручения и говорит им, что им нужно делать дальше. И в этой ситуации мы видим, что и в нашей жизни часто бывает, что Бог у нас что-то забирает. Иногда финансы, банкротство, иногда здоровье, иногда связи, иногда людей, на которых мы надеялись. И поверьте, друзья, это нас поднимает на какой-то другой уровень. Иногда это Бог делает во благо нам. У меня вопрос, а что движет Иисусом Навиным? Что движет этим человеком, чтобы двигаться вперед? Ответ очень простой. Им движет одно слово, полученное от Бога. Бог сказал, вот куда идти и вот что делать. Но не обстоятельства. В этой ситуации обстоятельства не помогают. В этой ситуации чувства, эмоции не помогают. Но слово от Бога, которое прозвучало, это то, что движет этим народом. И сегодня, братья и сестры, это слово от Бога звучит и для нас. Сегодня это слово Божье, оно живо и для нас. Оно живо и действенно. И именно это должно двигать нами, чтобы мы двигались дальше. И Бог дает второй пункт поручения, или практический совет во всей этой истории израильского народа. Первый совет. Будь тверд и мужествен. Второй совет. Да не отходит эта книга от уст твоих. И третий совет. Двигайся вперед. Итак, мы начнем по порядку. Первое. Будь тверд и мужествен. Здесь, конечно, имеется в виду вера. И из Библии мы знаем, Иисуса Навина 1.6, написано, Будь тверд и мужествен, ибо ты народу передашь землю. Иисус Навину 1.7, Только будь тверд и мужествен. Only be strong and very courageous. Иисус Навина 1.8, 1, простите, 1.9, Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. I command you to be strong and courageous. И потом 1.18, четвертый раз говорится, будь тверд и мужествен. Вы знаете, что когда на последней неделе жизни моего отца я как будто бы вытягивал у него, пытался у него взять вот методику, как дальше действовать. Ему уже было трудновато разговаривать, но я ему как бы в рот заглядывал, хотел получить вот такое конкретный совет, конкретное направление, метод, как действовать дальше. Вы знаете, какой был его ответ? Я удивлялся его спокойствию. Меня оно даже как-то, не знаю, или раздражало, или пугало. Я настолько был взволнован, настолько переживал, что будет. Он был очень спокоен. Он одно говорил, не бойся. Не бойся. Бог будет с вами. Когда я смотрю на историю Моисея Иисуса Навина, вы знаете, так хочется вот практики, так хочется чего-то такого конкретного, чтобы Бог сказал, вот будете переходить через Иордан, вот туда не идите, вот туда и пройдите. Вот того человека надо там поменять, а другого на его место поставить. А вот это не забудь сделать, тому не забудь позвонить. И вот тебе чертеж, вот тебе программа, вот тебе методика, вот тебе цифры, вот это все расписано. Он сказал только одно. Будь тверд и мужествен. И сегодня, друзья, это то, что необходимо и нам, чтобы двигаться дальше. Нам нужна эта твердость, вера, мужество от Бога, чтобы продвигаться нам вперед. И кажется, один раз Бог понимал, этого будет мало, второй раз мало, третий раз, три, четыре раза Бог повторяет одно и то же. И сегодня верю в это слово и для нашей церкви. Друзья, не бойтесь, не бойтесь, все будет хорошо. С Божьей помощью Бог будет с нами, Бог будет вести дальше, Бог будет давать свое видение, Бог будет давать свое слово. Он давал слово, он сегодня дает это слово. И именно слово будет двигать нами дальше. Слово от живого Бога, который сегодня живо и действенно на земле. Слава Богу за это. Дальше дает совет, да не отходит эта книга, закона. По-другому можно перевести Библия, которая сегодня у нас есть. Пусть она не отходит от домов ваших, от семей наших, от церкви, от кафедры нашей, потому что это слово, оно будет путеводителем, путеводителем, оно будет нас дальше держать, вдохновлять, утешать. Это слово давать нам направление. И здесь призыв, пусть оно не отходит, тогда, написано в конце этого стиха 1.8, Иисуса Навина 1.8, ты будешь успешен в путях, будешь правильно поступать. Поэтому я еще раз хочу напомнить всем нам, знающим Библию, пусть эта Библия, она будет у нас часто употребляема, читаема, независимо от наших желаний, она нам просто необходима. Слава Богу за это. И последнее, практический совет или поручение Бога, которое говорится в этом слове, Он говорит, ты вставай и переходи через Иордан, по-другому, move forward, двигайся вперед. Вот, кажется, Господь, нам и здесь хорошо. Зачем нам Иордан? Зачем нам там мочиться? Зачем нам там в грязи вот это там топтаться? Зачем нам двигаться? А наши дети, наши скот, а сколько нужно, а как насчет транспорта? А как насчет куча вопросов? Давай мы здесь, здесь будем, здесь будем, и тебя, Боже, не забудем. Бог говорит, нет, вставай. Иордан, переходи. Next step. Следующий уровень, следующий шаг. Иди через Иордан. Правда страшно. Правда не хочется. Но именно в этот сезон Бог дает задание и направление и тут же показывает, что да, будет чуть-чуть, может быть, труднее, но мы перейдем, потому что Бог будет с нами. Бог пойдет впереди. И Бог проведет. Как Он провел их, так Он проведет и нас. Слава Богу за это. И Он не просто говорит, давай ты сам иди. Нет, бери своих детей, бери все свое, весь народ, вовлекай всех. Мы будем идти вместе. Это не просто для одной категории, для одного человека. Мы будем вместе идти. We will cross the Jordan River with God's help. We will move forward because God is alive. God is alive. Бог Он живой Бог. Слава Богу за это. И последний пункт. Почему же призыв не бояться? Почему здесь так много раз повторяется будь тверд и мужествен? Иисуса Навина 1.9 написано, «Будь тверд и мужествен». «Я повелеваю». «I command you to be strong and courageous». И дальше написано, «Не страшись». «Не ужасайся». По-другому, «Не бойся». «Do not be afraid or discouraged». «Do not be afraid». «Не бойся». И дальше Бог, опять же, Слово Божие, раскладывает нам причины, почему не стоит бояться. Почему не стоит сдаваться. И в этом же стихе написано, «Потому что с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь». «Потому что Господь Бог с тобою». «Потому что Господь Бог с нами». «Потому что Библия говорит, что этот же Господь Бог, Он вчера, сегодня, и Он во веки тот же, тот же Бог, живой Бог, Которому служили наши отцы и служим мы, и хотим, чтобы наши дети служили». «Он с тобою, куда, везде, куда ты не пойдешь». Бог все координирует. И в нашей ситуации, друзья, Бог тоже все скоординировал, как я не хотел, чтобы эти похорона случились прямо перед конференцией. Но сейчас анализируя, кажется, и здесь Бог все до деталей свел, сам взял организацию, координацию всех этих событий, сам нашел этот зал намного наперед, сам позаботился, что этот пастор американской церкви сказал, что да, вы можете проводить похорона в этом зале. А мы уже знали, что в нашей церкви мы не сможем это сделать. Этот зал не вместит всех желающих. Если бы мы брали другой зал в другое время, нам нужно было бы перевозить аппаратуру, технику, камеры, компьютеры, а так уже все было перевезено. Вся стояла там аппаратура, техника, камеры, все службы. Все уже было приготовлено до этого момента. Люди, которые приехали, слово, которое звучало в этот момент, конференция и тема конференции, которое название было «Передай», «Пас it on». Казалось бы, ну нельзя было более подходящего момента придумать, чем именно в этот момент, в эту неделю. И в эту же неделю Бог дал силы нашим людям. Мне лично, я не знаю, как я иногда спал по несколько часов, как мы стояли там вместе. Бог это все сделал, все организовал, скоординировал. А сегодня, говорит, вставай и иди через Иордан. Двигайтесь вперед. Этот месседж звучал еще неделю назад. Move forward. Двигаемся вперед. И с Божьей помощью мы будем это делать. И Бог, Он будет с нами. Слава Богу за это. Не бойтесь, друзья. Я верю, что в нашей церкви с Божьей помощью есть будущее. Наша молодежь уже два года молится каждый вечер. Вы знали об этом? Где вы еще это видели? В какой церкви вы еще встречали? В нашей церкви наша молодежь уже два года. Это не вспышки эмоций. Они молятся каждый день. Слава Богу за это. Это вселяет надежду. Еще вселяет надежду, потому что Бог, Он очень любит нашу церковь. Бог присылает сюда своих помазанников, своих послов. Дает свое слово через людей, кажется, совершенно чужих, которые первый раз приезжают и все рассказывают. И как этот Картер говорил, я говорю вам от Божьего престола. И я говорю вам это от слова от Бога. И вы знаете об этом. И я в своем духе знал, что это истина так, что это правда. И тот проповедник, который должен был приехать еще в прошлом году, он не зря приехал именно в этом году. Именно в это время. Хотя он, казалось бы, не знал ничего ни о похоронах, не знал о нашей истории церкви. Но он получил слово от Бога. И Бог и этим заботится, подтверждая, давая разные знаки, знамения, свои послания, что церковь живой поток. Я с вами. Не бойтесь, не бойтесь. Я с вами. Я с вами. Я буду с вами везде, куда ты не пойдешь. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Слава Богу за это. Не убивайте себя, друзья, что все лучшее позади. Да, слава Богу за все, что мы имели. Но поверьте, что с Богом, в Боге есть продолжение. В Боге есть продолжение. В Боге люди заканчиваются, но не Бог. Люди, наши силы, идеи заканчиваются, но не Бог. Наши заканчиваются иногда способности, планы, здоровье, но не Бог, он не заканчивается. Вот почему у нас есть надежда в великого Бога, который вчера, сегодня и во веки тот же. Слава Богу за это, Божье предназначение, Его плана, оно не будет отменено. Если Бог начал, то Он обязательно довершит, совершит свое дело, которое Он сделал. Помните последнее слово пастора, которое было здесь сказано им, уже сидя? Он сказал, братья и сестры, болезни, испытания приходят и уходят от церков. Помните? Это было его последнее слово. Он сказал, а церковь, а церковь прибудет вовек. И Библия говорит, даже врата ада не одолеют церковь. Всех, кто редко ходит в церковь, всех, кто смотрит нас. Я вас призываю, друзья, держитесь в церкви, будьте в церкви, не пропускайте церковь. Это самое надежное место на земле. Это самое надежное убежище, укрытие, где ты можешь получить утешение для духа, души и тела. Это есть только в Боге, потому что Библия говорит, только в Боге успокоится душа твоя. И я знаю, что у многих из нас сегодня душа скорбит и нуждается в утешении, и снова все пути ведут туда же, к Богу. Библия говорит, только в Боге успокоится душа. Только в Боге не существует других методов. Возможно, что-то есть наподобие этого, близко, похоже к покою, успокоению, но не есть настоящий покой. Потому что в Библии дважды упоминается, что только в Боге успокоится душа твоя и моя. Слава Богу за это. И Дух Святой, который сегодня на земле, Он тот же. И этот же Дух Святой, Он говорит, говорил и будет говорить. Слава Богу за это. И мое желание, чтобы мы сейчас все молились, как написано в Иисус Навин 1.17. Только пусть Господь, твой Бог, будет с тобою, с нами, как Он был с Моисеем. Вот это то, что нам нужно взять с собой. Да не отходит эта книга от каждой семьи и дома. Слово Божье. И пусть Бог, Его Дух, как Он был с ними, пусть Он будет с нами. И хочется еще сказать вдвойне, как Илья передал этот Дух и помазание Елисею, то хотелось бы, чтобы получили и мы, чтобы это досталось и нашим детям, и нашим внукам. Аминь. 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 Аминь.